Два прошедших выходных в Нижнем Тагиле и его разной степени близости, окрестностях, прошли под знаком буйства огненной стихии. Исключительно на транспорте, но так, что ни одной легковушки и ни одного человека не пострадало. Началось всё в субботу с наиболее лёгкой формы. На Серовском тракте, на соворотке на Новый Уральск, прямо на дуге перед выездом на направление в сторону Екатеринбурга, У фургона на базе «Газели» система зажигания прямо на ходу сработала как для двигателя внешнего, а не внутреннего сгорания. А так как в «Газели» двигатель к водителю очень близок, рулевой эту неисправность на себе почуял сразу и кабину покинул немедленно, а потому пострадать не успел. По случаю этого пожара посреди этой дороги образовалась очередь из желавших доехать до Нового Уральска, которые в итоге рассосались путём реверса. То есть движение всей этой очереди по развязке по встречке. Продолжение случилось на следующий воскресный день, когда уже из самого Нижнего Тагила, всё на тот же Серовский тракт, выкатился уже большой фургон, полуприцеп с тягачом МАЗ 64-2205 со спальным местом для водителя. Не успел он добраться даже до Невьянска, когда 41-летний водитель услышал из-под себя, то есть из моторного отсека, очень подозрительные щелчки, хлопки, съехал на обочину, остановился, откинул кабину и приток свежего кислорода моментально превратил голову тягача в факел. Попытки дальнобойщика выплёскивать в него разные огнетушители факел даже не заметил. Примчавшиеся из Нижнего Тагила пожарные затушили то, что не догорело. До фургона огонь не добрался, но грузу в любом случае ничего не угрожало. Фура только поехала за грузом в Москву. Водитель также не пострадал. Закрывал огненную программу уже в центре Нижнего Тагила автобус, скорее всего при жизни ЛИАЗ-5256, по седьмому маршруту, только что приехавший, преодолев 8 километров от другой конечной в поселке Верхняя Черемшанка, на вокзал, получая по 20 рублей сносов. И водитель ходил по салону, осматривая его и приводя в порядок перед последним рейсом с ЖД вокзала. А оказалось, что последний он уже совершил. Не успел он подать автобус на посадку, как в моторном отсеке случился хлопок, и пожар, остановить который в зачатке было нереально, поглотил всё это. Профессиональным огнеборцам оставалось всего лишь залить то, что спасти было уже невозможно. Пострадало частное предприятие «Союз-НТ», лишившееся транспортной единицы. Люди не пострадали опять. Воу!